Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Мир вам и радость от Господа, дорогие братья и сестры. С днем памяти обретения мощей Блаженной Матроны Московской, с днем священномученика Поликарпа Смирнского епископа, преподобного Поликарпа Брянского игумена, преподобного Зиновия, в схеме Серафима Мажуге, митрополита Тетрицкоройского и всех чтимых святых сегодняшнего дня. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь?» «Видишь, как много против тебя обвинений». Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву. А Иисуса, бив, предал на распятие. Иудеи предали Господа римлянам, зато и сами преданы были от Господа в руки римлян. Избылись слова Писания, «Беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его!» И еще, «Воздай им по делам их!» И еще, «Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою!» На вопрос Пилата, «Ты царь иудейский?» Господь дает обоюдный ответ. «Ибо слова «ты говоришь» можно понимать так. «Правду ты говоришь, ты сам высказал, кто я!» А можно понимать и так. «Я не говорю этого, а ты говоришь!» Но, быв спрошен в другой раз, Христос ничего не отвечал, и тем привел Пилата в удивление. «Ибо Пилат дивился, что он, будучи сведущ в законе и красноречив, и имея возможность одним ответом не спровергнуть возводимые на него клеветы, ничего не говорил, а, напротив, смиренно терпел обвинения. Заметь же кровожадность иудеев и умеренность Пилата, хотя и он достоин осуждения, потому что не с твердостью стоял за праведника. Ибо те кричали, «Распни его!» А он, хотя слабо, однако, пытался освободить Иисуса от осуждения. Поэтому опять спрашивал, «Что сделаю Иисусу?» Стараясь дать им возможность отпустить Господа как невинного, почему и медлил, и откладывал. Наконец, уступая требованию их, стал бить Господа. То есть ударять ременным бичом, дабы видно было, что они приняли его как осужденного уже на судилище и предал на распятие. «Ибо он хотел сделать угодное, приятное для народа, а не то, что угодно Богу». «На всякий же праздник» стих 6. Обычай освобождения преступников по случаю праздника, очевидно, не ограничивался только Пасхой. Как и Матфей, Иоанн Богослов упоминает только о Пасхе, но не исключает возможности отпущения и в другие праздники. «Варавва со своими сообщниками» стих 7. Евангелист Марк делает довольно обстоятельное замечание о Варавве. Это был какой-то заговорщик, составивший целую шайку бунтовщиков, и даже во время восстания им произведенного совершивший убийство. А по закону Моисееву за убийство полагалась смертная казнь и просить Пилата о том, стих 8. То есть, чтобы он сделал то, что всегда делал для них, царя Иудейского, стих 9. Так у евангелиста Марка Пилат называет Христа. Сравните с Евангелием от Матфея, главой 27 стихом 17, где Пилат именует Иисуса называемым Христом. Вероятно, для того, чтобы показать народу, как неестественно для него просить об умерщвлении их собственного царя, хотя, с точки зрения Пилата, и не имевшего законных оснований для своих претензий. Может быть, Пилат употреблял в споре с народом оба выражения и Христос, и Царь Иудейский, почему евангелисты и разнятся здесь друг с другом. «Желая сделать угодное народу», стих 15. Это замечание евангелиста Марка дает характеристику Пилата как слабого правителя, который не мог настоять на своем, но из желания угодить толпе нарушил требования внутреннего голоса своей совести. Он сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского». Более Пилат ничего не сказал в одобрении Иисуса Христа. Из его уст одобрение скорее могло иметь противоположный результат и показаться посягательством на свободу выбора, который так дорожил народ, воздыхавший о древних правах. Но что он сказал бы в одобрении, уже некоторым образом заключалось в наименовании узника Христом, царем Иудейским, которое, кажется, сказано Пилатом в знак снисхождения. В самом деле с этим наименованием соединены были все приятные воспоминания, все лесные надежды народа Иудейского, некогда имевшего собственных царей и теперь с нетерпением ожидавшего Мессию царя из потомков Давидовых. Сама честь народная требовала дать свободу и жизнь тому человеку, все преступление которого состояло в наименовании себя царем Иудейским. Только в устах римского прокуратора название Иисуса Христа царем Иудейским могло представиться двусмысленным и даже насмешливым. Если не сам народ, то враги Господа могли толковать их так, как будто и гемон издевался над ними, и спрашивая свободы для царя Иудейского. Во всяком случае, предложение Пилата народу об избрании Иисуса Христа было весьма необыкновенно. «Смотри», – замечает Златоуст, – «как порядок изменился. Народ должен просить у Пилата свободы преступнику, а теперь сам прокуратор просит ее у народа». Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы Пилат отпустил им лучше Варавву. «Оправдалось Господне слово, мир возлюбил свое. Мир предпочел разбойника и убийцу, безгрешному страдальцу. Преступник ближе, преступник свой. И мир все простит преступнику – измены, предательства, убийства. Словом, все преступления. Мир не прощает одного – его отрицание и его непризнание, потому что в отрицании мира свидетельство, что дела его злы, и, следовательно, сам он зло, так как дерево познается по его плодам. Так мир покрывает всякое преступление, а подвижник креста обрекается на отвержение миром. «Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе!» Великий Питок – вечерняя стихира на Господе воззвах. Они опять закричали «Распни его!» Чтобы кто-нибудь не перенес сознание этого преступления, с иудеев на воинов, в Евангелии сказано, «Был час третий, и распяли его!» Внимательный исследователь обнаружит, что распяли его те, кто в третий час кричал «Распни его!» То, что сделали воины, было совершено в час шестой. Пилат сказал им «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали «Распни его!» Марк, отличающийся краткостью изложения, хотел лишь упомянуть желания и попытки Пилата спасти жизнь Господа. Когда он говорит, они опять закричали «Распни его!» то показывает, что они уже раньше кричали это. Когда же они просили отпустить им в Аравву, Марк добавил «Пилат сказал им, какое же зло сделал он!» Вот так он кратко выразил то, что длилось долго. Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им в Аравву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Приговор мира над подвижником выносится не по суду правды, а по суду лести. Это приговор подделки под вкусы распоясавшегося мира зла, не выносящего укоризны правды, и света. Он выносится приспособительно к уровню зла, которое будет рукоплескать этому приговору. Потому понятно, что это будет односторонний приговор только зла. Подвижник креста не может ждать для себя ничего иного. Господь приговаривается к смерти. «Распни его!» Бей правду, и мы будем спокойны. «Пострадавый и сострадавый человеком, Господи, слава Тебе!» Великий Питок, четвертый антифон на утренне. Итак, по человекоугодию, из желания сделать приятное еврейским книжникам и толпе, Пилат осуждает на смерть заведомо известного ему невинного страдальца, спасителя мира. Этот Пилатов грех человекоугодничества очень распространен среди нас. Как часто люди смеются над истиной, над святыней великою, лишь бы доставить удовольствие иному неверу. И очень часто мы стараемся выслужиться перед сильными мира сего так себе, безо всякой даже пользы. Есть какая-то рабская черта угодливости у нас пред человеком выше и сильнее нас. Он даже презрительно смотрит на нас, а мы спешим высмеять что-либо высокое, поглумиться и льстиво заглядываем в глаза сильному человеку, понравилось ли ему это. Иной, из чувства подхалимства, бывает иногда виновником мук или даже смерти другого человека. Нужно бороться с этой гадкой чертой в нашем характере. Стараться быть угодными Богу, Ему всю свою жизнь отдать. А людям тоже служить и даже до самопожертвования, но служить свято, искренне, во благо, а не подслуживаться одним, губя других. Субтитры создавал DimaTorzok